ПОТОКИ ВЕЩЕСТВА И ЭНЕРГИИ В ЭКОСИСТЕМЕ ПОТОКИ ВЕЩЕСТВА По способу питания все организмы подразделяются на автотрофов и гетеротрофов. Автотрофы от греческого autos, san, осуществляют превращение неорганических веществ в органические. Это зелёные растения и некоторые микроорганизмы. Гетеротрофы от греческого гетерос, разный, используют для питания готовые органические вещества. Это паразитные высшие растения, грибы, некоторые микроорганизмы, все животные и человек. Существуют организмы и со смешанным типом питания, которые Пфефер назвал миксотрофами. От английского «микс» смешивать. Какому правилу подчиняется изменение скорости потока энергии? При перемещении энергии по пищевой цепи с одного уровня на другой скорость её потока, то есть количество энергии, перешедшей с одного трофического уровня на другой в единицу времени, редко снижается. Подсчитано, что на любой трофический уровень поступает около 10% энергии предыдущего уровня. Поэтому общее число трофических уровней редко превышает 3-4. Пирамида энергии отражает величину потока энергии, скорость прохождения массы пищи через пищевую цепь. В 1942 году американский эколог Линдеманн сформулировал закон пирамиды энергии. С одного трофического уровня на другой через пищевые цепи переходит в среднем около 10% энергии, поступившей на предыдущий уровень экологической пирамиды. Из этого получилось правило 10%. На каждом этапе передачи вещества и энергии по пищевой цепи теряется примерно 90% и только около 1,1 доли переходит к очередному потребителю. Что такое перевернутая пирамида численности? Пирамиды численности отражают только собственно численность организмов на каждом трофическом уровне, но не скорость самовозобновления организмов. Если скорость размножения популяции жертвы высока, то даже при низкой численности такая популяция может быть достаточным источником пищи для хищников, имеющих более высокую численность, но низкую скорость размножения. По этой причине пирамиды численности могут быть перевернутыми. Пищевые сети служат основой для построения экологических пирамид. Простейшими из них являются пирамиды численности, которые отражают количество организмов отдельных особей на каждом трофическом уровне. Для удобства анализа эти количества отображаются прямоугольниками, длина которых пропорциональна количеству организмов, обитающих в изучаемой экосистеме, либо логарифму этого количества. Часто пирамиды численности строят в расчете на единицу площади в наземных экосистемах или объема в водных экосистемах. Примеры перевернутой пирамиды численности. На одном дереве может жить и кормиться множество насекомых. В водных экосистемах первичные продуценты фитопланктон быстро делятся и поддерживают большую численность их потребителей, зоопланктона, которые имеют длительный цикл воспроизведения. Ну вот и сравните экологическая пирамида наземной экосистемы и экологическая пирамида водной экосистемы. Консументов третьего порядка гораздо меньше, чем продуцентов. И здесь наоборот. Назовите виды животных и растений, занимающих смежные трофические уровни и находящихся в единой пищевой цепи. Единую пищевую цепь образуют виды животных и растений, занимающие смежные трофические уровни. Например, одну цепь могут составлять крапива, продуцент, тля, консумент первого порядка, личинка божьей коровки, консумент второго порядка, синица, консумент третьего порядка, другой пример фитопланктон, зоопланктон, платва и щука. Вот некоторые пищевые цепи в экосистемах. Дождевой червь поедает листья, червей поедает синичка, на синичку охотятся совы и филины. Ну и так далее здесь по аналогии. Ну вот здесь то же самое. Микроорганизмы, осуществляющие разложение органических веществ. Ими питаются растения. Растениями питаются кузнечики, зайцы, мыши. Дальше мышами змеи. Ястребь и змеями, и мышами. И зайца может заживать, и ящериц, и кузнечик. Вот потребители третьего порядка. Это как раз ястреб.